Как сделать районы привлекательными для инвесторов и туристов? Как улучшить жизни рядовых жителей и создать новые рабочие места? В областном правительстве главы муниципалитетов представили стратегию развития районов городских округов до 2020 года. В Гаврилово-Посадском районе планируют развивать агропромышленный комплекс, производить экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. В Заволжском районе три основных вектора – привлечение инвесторов, улучшение в социальной сфере развития экономического потенциала. Основными полюсами экономического роста является развитие текстильной химической промышленности. Это техническое перевооружение фабрики «Трикотаж-Заречья» и развитие химзаводской площадки. Развитие агропромышленного комплекса – это укрепление материально-технической базы действующих сельхозпредприятий, вовлечение в оборот муниципальных земель сельхозназначения, их более 15 тысяч гектаров. Техническое перевооружение производства по переработке молока. Рост сельскохозяйственной продукции в районе к 2020 году составит 40% от нынешнего показателя. Поток туристов по оптимистичным подсчетам увеличится в Заволжске в разы – 100 тысяч человек в год. Светлана Давлетова похвалила чиновников района за хорошо проработанные вопросы улучшения инвестиционного климата. «Это пока первая стратегия, где мы увидели инструменты, которые администрация новую вводит. Это непосредственно, я имею в виду, организации с инвесторами, это свой инвестсовет. Ну, понятно, что пока, насколько я знаю, только у нас в городском округе Иваново существует инвестиционный совет, в Ивановском районе. Абсолютно правильный подход». В Ивановском районе чиновники планируют развивать промышленность в Чернореченском сельском поселении, в Подвязновском и Новоталицком, сельское хозяйство в Озерковском и Куликовском поселениях. А вот жилищное строительство развивать будут в Калинове, Богданихе и Беленицах. «Миссия Ивановского района видится как стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения за счет использования внутреннего потенциала района и грамотной инвестиционной политики. На территории района успешно реализованы в последнее время ряд крупных инвестиционных проектов. Это строительство электрометаллургического завода, строительство кондитерской фабрики, строительство дилерского центра и строительство коттеджного поселка». Также в Ивановском районе планируют построить завод по глубокой переработке ТБО, наладить переработку использованных покрышек в горюче-смазочные материалы.